Ляск, гаек и звон инструментов рабочие котельные 101-го квартала слушают целыми днями. Это настоящая услада для ушей. В отличие от оглушающего шума, что обычно издают три раскаленных котла, их отключили. Одному предстоит сменить обмуровку. Видеть его без кирпичей машинисту с 24-летним стажем Александру Сокольникову доводилось в 1998 году. Агрегат станет как новенький. Потому что вон были подсосы, трещины, все это уже старенькое, где-то подгнило за 20 лет. Ну вот меняем. Видите, что гнилое. Это воздуховоды, мы их меняем, все это будет новое. И не будет уже таких подсосов, будет больше экономический эффект. Сэкономить удалось и на демонтаже. Старую обмуровку котла рабочие сняли сами. Новую уложат приезжие специалисты. Оставшиеся два котла по планам реконструируют до 2024 года. Срок их службы как раз подойдет к концу. Потребитель должен знать, что зимой он не замерзнет. Это в первую очередь. Ну мы объект жизнеобеспечения, мы в первую очередь думаем о людях. Коллектив ответственно к своей работе относится. В этом году ни одного дисциплинарного, ни одного нарушения, ни одного сбоя технологического отработали на пять. На пятерку котельная должна отработать и в предстоящую зиму, считают городские власти. Объект крупный. Снабжает теплом 40 многоэтажек, 6 медучреждений, 5 школ и детсад. Контролировать ремонтные работы на всех котельных власти будут еженедельно. И не из кабинета, а на местах. И не просто смотреть работу, а чтобы специалисты как бы давали оценку. И есть объективные, есть субъективные причины, почему это делается или не делается и дать оценку уже на месте. Ну в данном случае вот выезд нас показал, что все, что доложили, все реализуется в полном объеме, что работы идут по срокам, качественно. Работы сегодня идут на четырех теплообъектах города. На девяти текущий ремонт уже завершен. Кристина Коширина, Дмитрий Тарасов, программа «Город».